Итак, дорогие друзья, всем привет, всем доброе утро, доброе добрейшее утро И мы продолжаем изучать Тору, притчи, притчи Мишли, называется книга, которую мы изучаем И мы находимся в 22 главе, всем шалом, кто смотрит нас в прямом эфире Но также есть возможность смотреть не в прямом эфире, а в записи Поэтому долго они будут здороваться, чтобы те, кто смотрят записи, они сразу включались в урок Они же не хотят слушать, как я в здоровье с теми, кто в прямом эфире А всем сразу говорю, шалом, шалом, шалом это пожелание такое очень мощное и сильное в самом пожелании Шалом скрыт огромный смысл, шалом это одно из имен Всевышнего Бога Шалом это переводится слово шлемут, шалом это мир, да, мир Но что такое мир? Мир это единство, шалом Теперь в шаломе слово есть еще корень шалем шлемут, то есть совершенство Только Бог совершенен, все мы несовершенны, у всех нас есть какой-то недостаток всегда Того не хватает, всего не хватает То есть все, что есть в этом мире, в нем есть недостаток Только Всевышний, он шалем, он совершенен И нет в нем никакого недостатка, он источник всего, он все, он соединяет все И поэтому, когда говорят человеку шалом, аллеха, то есть говорят мир на тебя И вот это вот качество Всевышнего совершенства, чтобы у тебя было во всем совершенство Это слово шалом А царь шломо, это тот же корень, его звали не Соломон, Соломон это его называли греки И от греков пошло уже, они в ше не выговаривали Поэтому греки его назвали вместо шломо, Соломон, они говорили И, значит, из слова Соломон непонятно Хотя, опять же, восточные народы, в которые пошло вот это значение шалом, да Они называют Салям, Салям это тоже, что они не выговаривают Поэтому шалом превратился в Шалям, в Салям А шломо превратился в Соломон А у аштенастских евреев, которые ушли еще дальше, дальше, на север туда, да Аштенаст это Германия У них имя шломо через Соломон превратилось в Залман Залман они называют шломо Залманом А советские евреи, представьте себе, да Советские евреи, когда хотели назвать ребенка память о царе шломо шломиком Но в Советском Союзе неудобно было называть шломиков, да Так они называли как? Славиком Славик это шломо Если назвали еврейского ребенка славик, это значит, что имели в виду Залман, Соломон, шломо Меня назвали Игорем, имели в виду Исаак, Ицхак Вот такая вот интересная история, да? Хорошо, теперь двигаемся дальше Сегодня мы дошли... Рик, а ты можешь мне очки, если ты где-то увидишь, там очки принести? Сегодня мы дошли, 22 глава И закончили мы ее вчера Что Бог заступается за обездоленных и за бедных И Он возвращает мера за меру И если бедного обидел богатый, то, не дай Бог, может быть мерой, что Бог скажет Это помните, я приводил пример одноглазый, выбил глаз двуглазому То есть Он ему выбил глаз, но если одноглазому сейчас выбить глаз, то он останется слепым, нечестно И получается, что когда богатый обижает бедного, то он ему как бы выбивает единственный глаз Потому что у него, кроме его личности, ничего не осталось И богатого могут тоже так же очень серьезно зацепить Поэтому нужно быть очень-очень осторожным, чтобы, не дай Бог, никого не обидеть Случайно или тем более осознанно, да? То есть ни в коем случае нельзя обижать Теперь 24-й отрывок Нам царь Соломон дает тут же Тут же он дает нам невероятно мощный совет А как не обижать Вообще просто, вот он, как бы каждый следующий отрывок объясняет предыдущий Говорит царь Соломон в 24-м отрывке 22-й главы Мишли Значит, дословно переводится Не будь близок, не дружи с человеком, который гневливый С ним рядом нельзя находиться с гневливым человеком Дружить с ним нельзя Вет-иш хамот Лотаво И с человеком хамот, значит, хама Это внутренний гнев, который задавлен То есть раздражение Есть человек, вот в Торе так написано Аф это гнев, который выражается А хама это раздражение, гнев, который задавливается в себе Как говорит нам царь Соломон Не дружи с человеком, который выражает свой гнев А с человеком, у которого раздражительный Вообще рядом не находись Вообще рядом не находись Почему он так говорит? До этого нам царь Соломон уже рассказал принцип Боруха Тодуйной Элёйну Малеху Ром Шакольни Абедора До этого нам царь Соломон рассказал принцип Что Это в Мишле, в третьей главе, по-моему Кымаем по ним ли по ним Как человек смотрит в воду И видит свое отражение в воде Смотрит в воду и видит отражение в воде Как лево дам ли лево дам Так же сердце человека Отражает сердце другого человека Что из этого следует? Из этого следует, что Если ты общаешься с человеком гневливым Который выражает гнев Тут понятно То есть гневливые люди в гневе Это как искра пошла огонь И он может сам сделать какие-то ужасные поступки Я уверен, что каждый у себя помнит Себя в гневе помнит И видел людей в гневе То есть люди в гневе Они могут совершать совершенно неадекватные поступки Вплоть до того, что могут и убить кого-то И убиться, и сломать что-то И поругаться и так далее То есть гнев это как огонь, который вспыхивает И если ты находишься рядом с этим человеком То во-первых, ты тоже можешь разгневаться Я недавно совсем Просто стоял очередь к банкомату И подошел какой-то человек Начал лезть без очереди Я просто увидел, как и у меня внутри поднялась Сразу вот такая, как волна такая, да? Адреналина И вокруг люди просто началось Вот стояли все спокойно-спокойно Потом Прям такое, как пламя, да? Понятно Теперь дальше Дальше Значит Ну если человек, у него есть хама Хама это он умеет свой гнев Умеет свой гнев подавлять Но внутри-то он гневается Это называется хама С такими людьми царь Самон сказал Вообще рядом не находиться Почему? Во-первых, он постоянно как бы Это как источник такой Wi-Fi И он все время отравляет Отравляет ядом окружающий мир То есть люди вокруг Они это чувствуют И у них тоже наступает Как бы такое раздражение внутри Очень недавно я видел Интересную такую статистику Что проводили исследования Специально брали группы Которым давали Давали разные творческие задания Там по пять человек были группы И специально ученые Подсаживали в каждую группу По одному человеку Который был негативщик Обломщик Один человек Он полностью ломал работу всей группы То есть это исследование Из этого следует Что в бизнесах надо искать Не сильных сотрудников А главный акцент надо делать на то Чтобы находить вот этих вот обломщиков И их убирать Потому что один обломщик Может сломать весь бизнес Ну вообще всю вот группу людей То есть из пяти человек Один сидит И ну вот он специально делает там Гадости Плохое настроение Высмеивает и так далее Все, группа творческие задачи Перестает решать Не может Теперь Ну вот царь Соломон Нас предупредил Слава Богу Значит Два четвертый отрывок Двадцать второй главы Прежде всего Это касается Лично нас сейчас Лично нас Потому что в десять дней Раскаяния Ты должен просмотреть себя И должен понять Что ты будешь делать в будущем году А что не делать Поэтому задача номер один Научиться не гневаться И не быть раздраженным Потому что раздражение Это тот же гнев Обида Это тот же гнев Только задавленный Значит Даже жалость к себе Это тот же гнев Только задавленный То есть человек должен В идеале Он должен быть благодарный Всевышнему Верить, что все от Бога И благодарить Всевышнего За все, что у него есть И в этот момент Он поймет Что он как бы Соединится со Всевышним А как это достигнуть Тоже царь Соломон Нас учил до этого То есть Быть скромным Это значит Убрать свое я Откуда берется гнев Гнев берется и раздражение Когда Кто-то например Вот сейчас пишет там Про маску Да А я думаю Ну какая разница Это маска Вот как только я подумаю Что то, что пишет человек Про маску И что надо дышать Парами спирта Что это неправильно То есть Я считаю Что неправильно Он делает В этот момент Начинает расти раздражение А если я говорю Что отлично Значит Всевышний нам послал Сейчас Такого человека Который вот просто Он все время Очень волнуется За наше здоровье То есть Слава Богу Слава Богу То есть Мне не нравится То, что он пишет Не нравится Но Как только я Убираю свое я То есть Мне нравится Я хочу по-другому Я считаю Мир должен быть Вот таким В этот же момент Наступает Спокойствие Ты понимаешь Что все от Всевышнего Что Всевышний знает Что в своем мире делать Что Всевышний рулит Рулит миром Отлично уже там Тысячи-тысячи лет И мне Вступать в противоречие Со Всевышним И гневаться И раздражаться Кому я делаю хуже Только себе Все Запомнили Запомнили Значит Но Опять же Здесь нам Царь Соломон Сказал Что гнев И раздражительность Она передается Это как Цепная реакция Поэтому Если вы видите Людей Которые не Работают над собой И они не хотят Убрать свою Гневливость Раздражительность И так далее Царь Соломон Нам сказал Что даже Если этот человек Твоя жена Убегай от нее В пустыне То есть Настолько Он Был против Гнева И против Раздражения Что если ты Не можешь Это как больные Да Как больной человек То есть Дневливый Раздраженный Негативщик Это больной Конкретно Больной человек Который может Заразить Окружающих Своим Больным состоянием Понятно Если Кто-то узнал Себя в этом Больном человеке Надо лечиться Очень классная Книга Сад Благодарности Раб Шалом Аруш Прям реально Она об этом Как превратиться Благодарность Это лучшее лекарство Против раздражения И против гнева То есть быть благодарным Быть Айн Това Хороших глаз Видеть во всем хорошее И быть благодарным Это путь Соединиться с Богом Хорошо Значит 25-й отрывок 25-й отрывок Как раз Объясняет Предыдущий 24-й Добавляют К нему Почему нужно Не Не Находиться Даже рядом С Человеком С раздраженным Пен Пентейлав Архотав Чтобы ты Не Научился Его путям Велакактам Мокешлина Вшеха И ты возьмешь Получается Ловушку Своей душе То есть ты Общаясь с раздраженным Человеком Ты можешь Ну не можешь Это мы знаем Народная мудрость С тем поведешься От того и Наберешься То есть ты От него По-любому Впитаешь Это раздражение И ты создашь Ловушку Своей душе Потом ты В раздражении Возвращаемся Обратно К предыдущим Отрывкам То что мы Вчера учили Ты в раздражении Какому-то Бедному Сказал Там Что-то Плохое Слово А Всевышний Он уже готов И он Как бы Все же включено Это же система И Всевышний Говорит Секундочку Бедного Обидел Обидел Значит Все Заслужил Там Какую-то Неприятность Так я же Раздраженный Был А почему Ты был Раздраженный Да Она меня Вывел Вот этот Все время Рядом Стоял Раздраженный Все время Ругался Рукался И достал Меня А был Спокойный Стал Раздраженный Всевышний Говорит Секундочку 22 главу Читал Мишлей Читал 24 25 Отрывок Помнишь Не помню Надо было Запоминать В 24 25 Отрывки Царь Соломон Мудрейший Из людей Нас Предупредил Чтобы мы Держались Подальше От раздраженных Людей И от Дневливых Людей Все Теперь Дальше Сегодня Давайте Мы Вчера Был Такой Чуть Заторможенный У меня Урок Потому что Был пост И после Рошашаны Я как-то Не мог Заснуть Я вчера Был Чуть Тормозил А сегодня Я наоборот Очень Слава Богу В хорошем Состоянии И Значит 10-15 Мы успеем Сегодня Еще изучить Два Отрывка Значит 26 Отрывок Нам Царь Соломон Тоже Говорит От Кого Надо Держаться Подальше И От Каких Качеств Надо Держаться Подальше 26 Отрывок Он Нам Говорит Следующее Не Будь Среди Тех Кто Ударяет По Рукам Баравим Машаот Среди Тех Кто Поручается За Суды Других Людей Говорит Нам Царь Соломон Следующую Вещь Он Говорит Смотрите В Ну Опять же Надо Понимать Что Это Было 3000 Лет Назад И Тогда Чуть Финансовая Система Была Другая Но Ненамного Мы Видим Что Было Примерно То же Самое Что Сейчас Приходит Человек К 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 Не 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 Займу Он Говорит Хорошо Тогда Приведи Приведи Мне Арева Арева Это Поручителя За тебя Этот Пошел Пошел Пришел К своему Знакомому Говорит Слушай Я хочу Занять Деньги Вот так И так Мне нужно Занять Деньги Будь За меня Поручителем Тот Говорит А тот Неучил Как раз 26 Отрывок Где Царь Соломон Нас Предупреждал Не быть Среди Тех Кто Поручается За Быть Гарантом За суду Другого И Значит Отлично Он Говорит Хорошо Буду Гарантом И он В этот Момент Не подумал Что Вот же Нас Предупреждали И он Не подумал Что Если У человека Нет Сейчас Денег И вот Меня Больше Всего Удивляют Вот Эти Вот Люди Которые Ищут Кредиты Для того Чтобы Заработать Это Не работает Так Не бывает Так Что Вот У тебя Нету Потом Ты у Кого-то Занял И потом Вдруг У тебя Стало Такого Нет То есть Можно Умножить Что-то Можно Масштабировать Что-то Но Оно Должно Быть То Что У тебя Есть То есть Невозможно Масштабировать Ноль А когда Человек Занимает У кого-то Деньги Он Входит В минус Очень Не советую Никому Брать Кредиты Долги И Здесь Царь Саламон Нас Предупредил Что Не надо Поручаться За других Людей Не надо Поручаться Потому что Ты за себя Не можешь Поручиться Ты человека Спроси Любого Вот ты Там Например Хочешь Не гневаться Да Вот у нас Прекрасные Умные Люди Слушают Урок То есть Хочешь Не гневаться Хочу Берешь На себя Обязательства Беру Обещаешь Обещаю И что Проходит День Он Опять Гневается То есть Человек За себя Не отвечает А тут Он берется Быть гарантом За другого У которого Нету Который Пришел Занимать И сейчас Он Одному Говорит Я отдам И второму Говорит Я отдам То есть Вероятность Что он Не отдаст Больше Чем Что он Отдаст И говорит Нам Царь Соломон Не будь Альте Бетокей Каф Не будь Среди Тех Кто Поручается За других Быть Гарантом За их Суды Все Это Очень Такой Совет Кому То Актуальный 27 Отрывок Им Эн Леха Лешалем Ла Майках Мишковеха Митахтеха Если тебе Нечем Заплатить Зачем Заберет Он Кредитор Постель Твою Из-под Тебя Значит Здесь Царь Соломон Нам Давал Как бы Вся Тора Она Соединена Друг С другом И Есть В Торе Такой Закон Что Если Например Кредитор Дает Кому-то Деньги И Тот Не привел Гаранта А тот Говорит Если У меня Не будет Заберешь У меня Имущество Так Кредитор Не может Забрать У него Имущество Последнее То есть Он приходит А тот Говорит Извини А мне Спать Негде Вот у меня Постель Мой дом Негде Спать По Торе Кредитор Не имеет Права Занять У него Забрать У него Залог Но Написано В Торе Бог сказал Что нельзя Забрать Урок Нельзя Забрать Залог У того Кто У тебя Занял Деньги А у Гаранта Можно Потому что Если Гарант Поручился В Торе Про Гаранта Не было Написано Поэтому Поэтому У Гаранта Можно Забрать Все Представляете Поэтому Этим Он Объясняет Что Не Будь Гарантом Теперь Тут Интересно Еще Напомнило Мне Сахарук Коля Сахарук Коля Напомнил Мне В инстаграме В трансляции Что Есть Такая Народная Мудрость Хочешь Нажить Врага Займи Ему Денег Не У него Займи Денег А ему Дай Денег Я Читал Такую Статистику Интересную Что Когда Убивают Какого-то Бизнесмена То Первая Причина Убийства Первая Причина Убийства Это То Что Ему Должны Были Деньги То Не Он Должен Был Денег Следователи Первая Причина Убили Бизнесмена Так Кто Должен Ему Был Денег То Самая Большая Причина Убить Кого Это Быть Ему Должен Потому Что Человек Когда Он Кому-то Должен Он Его Вместо Того Чтобы Благодарить Он Начинает Его Не Любить Почему-то Искать В нем Какие-то Недостатки И в итоге Ему Когда Он Находит В том Кому Он Должен День День Достатки Ему Легко Не Отдать Он Скажет Ну Слушай Человек Должен Тебя День День Кстати В этом Была Большая Причина Почему Евреев Изгоняли Из Разных Стран В Средние Века Потому Что Они Были Кредиторами Богатых Людей Всех Этих Феодалов Царей И так Далее Этот Феодал Он Должен День Он Думает Ну Че Я Должен Отдавать День А Как Жен Отдать Они Христа Убили А Какое Это Отношение Кто Христа Убил Не Важно Они Когда Где Кого То Убили Тогда Даже Римляне Убили Не 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 Важно Все Мы Ему День Не Должны Значит Он Злодей И Еврея Вы Сгоняли Все Представляете Хорошо Друзья Все Значит Мы Нужно Не Стараться Самим Не Занимать Другим Другим Не Давать Взаймы А Можно Давать Другим Помощь Давать Помощь Мы Обязаны То Это Дзака Помогать Помогать Физически Помогать Морально Давать Деньги Но Это Все Касается Бескорыстной Безвозвратной Помощи Если Ты Уже Даешь Кому Деньги Там Есть Целые Законы Дзаки У нас Есть Много Было Законов Как Это Делать Лучше Всего Дать Возможность Заработать Научить Ловить Рыбу И Дать Удочку А Не Давать Постоянно Рыбу Ну И так Далее Все Удачи Успехов Удачи Успехов У нас Сегодня Было Очень Важные Правила По Эмоциональному Состоянию Очень Были Важные Правила По Финансовому Положению И С Божьей Помощи Но самое Главное Что Изучая Эти Правила Через Тору Мы Соединяемся Со Всевышним Это Надо Помнить Что Бог Разговаривает С людьми Через Пророков И Моисей Это Моисей Пророк Он Получил Тору Он Передал Ее Еврейскому Народу 3300 лет Назад Дальше Тора Распространилась По всему Миру Через Библию То есть Библия Это Три четверти Тора И четверть Это То Что Учили Ученики Иисуса То есть Они Пересказывали Интерпретировали Тору В принципе По Всем моральным По всем Основным Как бы Направлениям Ничего Нового После Моисея Никто Ничего Не сказал Все Всем удачи Успехов Хорошего дня Близости К Богу И Действовать Действовать Правильно Все Всем удачи Успехов Подпишитесь На канал В фейсбуке И в инстаграме Я разместил Ссылочку На телеграм Канал Платформа Воикра Мы туда Будем Высылать Лучшие уроки Сообщения То есть Чтобы вы были Всегда на связи Пропустили Если урок В фейсбуке Или В прямом эфире Вы всегда можете Получить его Или в Ватсапе Или в Телеграме Или в Эмейле Все Удачи Всем всего хорошего Пока Так Три у меня Три Субтитры Продолжение следует...